Бывший генеральный директор Газпром Невсихим Слават Айрат Каримов обратился к главе СКР Александру Бастеркину с просьбой оградить его от незаконного преследования. Мы все знаем прекрасно, о чем идет речь. Такая старая уже история. Господин Каримов находится под домашним арестом до 25 сентября, якобы по делу о продаже 12 гостевых домов на территории бывшей базы отдыха «Белый олень», ранее принадлежавших компании Газпром Невсихим Слават. Однако в этом письме на имя Бастеркина всплыла интересная деталь. Оказывается, он упомянул концессию электросетестера Тамака Славата Ишимбая, о чем мы немножко выше вспомнили, мэра Славата. Он заявил, что в сентябре 2022 года приобрел 25% акций компании АСТ, которая, собственно говоря, в 2020 году на 49 лет взяла в концессию городское энергохозяйство вот этих трех южных городов. И якобы спустя месяц после покупки ему через бывшего депутата городского совета Уфы Рамазанова передали требование продать за бесценок свою долю. Иначе в противном случае ему пообещали уголовное преследование, но, собственно говоря, что все и реализовалось. Вы верите в эту версию, что на самом деле не «Белый олень» был причиной, а вот как раз АСТ, электросети трех городов? Ну, пожалуй, что верю. То есть если вот так вот рассматривать с точки зрения, возможно ли такое, да, конечно, возможно. И понимая, кто там интересанты вот этой всей истории с концессией, то есть тут надо понимать, что эти люди на многое способны и, как говорится, действуют очень решительно. А у них прямо такие рычаги есть, что вот… Ну, один из них – второе лицо в партии «Единая Россия» федеральной. Давайте так. Вот. Рычаги, конечно, есть. А может, для этого бывших министров на теплые места усаживают потом? Вот о чем мы с вами говорили? В смысле? Не понял, что значит? Ну, вот бывших силовиков для этого… А, нет, ну, такая была манера раньше. Сейчас я не знаю, насколько это реализуемо, что вот действительно бывшего там, ну, уважаемого генерала там ФСБ или МВД или СК, его там брали на должность. Чаще брали там начальником службы безопасности, как правило, то есть чтобы по профессии работал. Но не берусь судить. Не берусь судить. Конечно, у Хабирова огромный пробел в коммуникациях с силовиками. Это очевидно с самого начала. То есть у него нет нормального взаимодействия. У него есть там Ерик Сагитов, который там как бы этим должен заниматься, но он занимается совсем другими вещами. И, соответственно, как бы у Хабирова нет контакта ни с ФСБ, ни со Следственным комитетом, ни с прокуратурой, по большому счету, и так далее. То есть, ну, МВД, оно так немножко вторично в этих вещах, потому что расследование преступлений, связанных с органами государственной власти, это все-таки юрисдикция ФСБ и Следственного комитета. И потому, как бы, ну, Хабирову, конечно, не хватает этих контактов. Вот. Но, тем не менее, какие-то рычаги все равно имеются, безусловно. Так что, ну, возвращаясь к вопросу концессии Стрельтамака и Салавата, было бы здорово, если бы в этом вопросе разобрались досконально и до конца. Ну, то есть, один мэр умер, не успели его опросить, как говорится, на эту тему, второй мэр сидит. Ну, а третий ушел на повышение. То есть, Абдрахманов, еще один, в общем-то, потенциальный фигурант этого дела, о концессиях, значит, его бы тоже неплохо было бы опросить. Какие должны сражаться звезды, чтобы господин Абдрахманов стал, как бы, фигурантом этого дела? Что должно измениться на Небосковине, чтобы бывший глава Шамбайского района, который, наверное, что-то знает о концессии, о механизме концессии того времени, 20-го года, чтобы он тоже где-то вот рядом оказался? То есть, нужна, ну, политическая, процессуальная воля силовых структур, которые занимаются этими расследованиями. Ну, на мэра Салавата же хватило. Ну, да. Ну, то есть, мне интересно, как они смогут разделить, условно говоря, процессы Стерльтамака и Шамбая и Салавата, когда это был, ну, единый процесс. Ну, то есть, ну, они, может быть, там, юридически разделялись, но они были под копирку. То есть, соответственно, как можно, например, там, мэра Салавата и вообще Салаватскую часть этой всей сделки, значит, сейчас там прессовать и выяснять обстоятельства и подоплеку, а остальные не трогать, там, и Шамбай, и Стерльтамак, например. Ну, так это не бывает. То есть, это же синхронные вещи. То есть, вот, мэр Довлеканова сейчас там пошел под суд именно по схеме Беляева. Ну, там вообще, что-то непотребство какое-то... Ну, это закономерно, потому что если уже по Беляеву вот так прошло, и, соответственно, ну, было доказано, что это было злоупотреблением, ну, по крайней мере, сейчас пока есть решение суда, еще не вступившее в законную силу и так далее. Но почему бы и мэр Довлеканова не должен ответить за такие же деяния, так ведь? Ну, и мы переносим этот вопрос на вопрос вот концессии там. Если в Салавате она была, значит, совершилась с какими-то грубейшими нарушениями и ущербом государству, здесь вот это на первом месте, то как она происходила? А в Салавате в Шамбайе, а в Стерльтамаке в Шамбайе нет, да? Ну, смешно сказать. Ну, вот, допустим, почивший мэр Стерльтамак, это ладно, но ведь и без него есть кому отвечать. Конечно, да, то есть если и нельзя, наверное, предполагать, что именно там умерший мэр Стерльтамака, на него там было замкнуто все. Ну, нет, конечно, конечно, нет.